Предотвратить или обезвредить. Пожароопасный период – время особой бдительности всех экстренных служб. Чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации действовать слаженно, нужно регулярно тренироваться. Очередные учения по предотвращению и ликвидации лесных пожаров прошли в пятницу в парке 1905 года. Цель сегодняшних учений – это однозначно отработать вопросы взаимодействия Ивановского городского звена с силами территориального звена Ивановской области для того, чтобы была слаженность в работе, оперативность, понимание того, что необходимо в первую очередь проводить, какие мероприятия. В Иванове с 25 апреля указом губернатора введен особый противопожарный режим. Открытый огонь в лесу запрещен, поэтому импровизированный природный пожар в бочке. Так он не представляет опасности. По замыслу учения, очаг первым обнаруживает конный патруль. Так зачастую бывает и в реальности. Патрулирование проходит практически ежедневно, за редким исключением, когда лошади отдыхают. Начинается, грубо говоря, в весенний-летний период, то есть до конца лета, когда полностью не становится уже влажный, в период, когда сухостой начинает загораться. Случаи были, делали замечания, потому что очень много отдыхающих людей по территории парка, как правило, вдоль речки располагаются, и не всегда соблюдают правила техники безопасности по обращению с огнем. По легенде, учений пожар уже распространился по значительной территории, и своими силами тут не справиться. Патруль передает информацию о возгорании администрации парка. Оттуда сигнал поступает экстренным службам. Когда на место прибывают пожарные, они в первую очередь предотвращают дальнейшее распространение огня. Ведь в реальности в лесу по сухой траве он расползается очень быстро. Только после этой обязательной процедуры и разведки местности приступают к тушению. Я считаю, что задача, поставленная именно на эти учения, выполнена успешно. Оценка должна быть, в первую очередь, конечно, командирами ставится в подразделении. Но я считаю, что задача выполнена отлично. Все службы справились с задачей оперативно, понимали, что от них нужно. Без суеты выполнили свои, соответственно, поставленные задачи. Огонь, не скованный бочкой, непредсказуем. И лучший метод борьбы с ним – не допускать пожаров вовсе. Во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на торфянниках и прилегающих к ним территориях. Ограничено пребывание граждан и въезд в леса транспортных средств. Только при строгом соблюдении этих правил лесных пожаров можно не бояться. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.